всем привет природа иногда создает поразительное создание знакомимся богомол обыкновенный мы для вас подготовили интересные факты о нем но для начала немного биологии о нем богомол обыкновенный или богомол религиозный крупная хищная насекомая под отряда богомоловые отряды тараконообразные самцы этого насекомого достигают от 42 до 52 миллиметров длины а самки от 48 до 75 миллиметров наиболее крупный и самый распространенный вид богомолов в европе на передних конечностях имеются крючочки голова имеет треугольную форму глаза ярко выраженные на затылке расположенные усики от 5 до 7 сантиметров типа краски его очень изменчивый варьируется от желтого или зеленого до темно-коричневого или буро-серого обычно он соответствует ареалу обитания совпадает с цветом травы камней и листьев ротовой аппарат грызущего типа направлен вниз наиболее распространен зеленый или бело-желтый окрас у старых особей наряд бледнее на теле с возрастом появляются темно-бурые пятна у данных насекомых прекрасно развиты крылья они хорошо летают богомол имеет четыре крыла два из них плотные узкие а два других тонкие широкие они способны раскрываться подобно вееру обыкновенный богомол типичный хищник засадчик мимикрирующий под окружающие растения подстерегая жертву малоподвижен при появлении ее в пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами удерживая ее между шипастыми бедром и голенью в умеренном климате период размножения приходится на август сентябрь процесс ухаживания заключается в осторожном приближении к объекту страсти самец медленно и осторожно двигается к самке стараясь обходить ее сзади добравшись до потенциальной партнерши самец запрыгивает ей на спину держится он ногами поместив их специальные канавки по бокам средней груди самки в таком безопасном положении он начинается выкупление процесс может продолжаться 45 часов вовремя или после совокупления самка старается съесть своего партнера но иногда им все же удается ускользнуть от раздраженной особой через 10 11 дней после оплодотворения самка богомола обыкновеннего откладывает яйца она делает несколько кладок в каждой из них может находиться от 50 до 200 яиц до кладки она выделяет специальную жидкость светло-желтого или коричневатого цвета после жидкость засыхает и превращается в защищенную капсулу отеку длиной около 3 сантиметров и шириной 1,5 2 сантиметра окраска отеки варьирует от светло-желтой до коричневой или серой продолжительность жизни богомола до 4 месяцев личинки рождаются с множеством шипиков на теле и двумя нитями на брюшке шипы помогают молодняку выбраться из капсулы личинки повисают на цветовых нитях так происходит первая линька до взросления им придется пережить еще 4 линьки бескрылые личинки внешне похожи на имага они питаются мухами дрозофилами тлей трипсами продолжительность жизни богомола до 4 месяцев ну а теперь самые интересные факты о богомоле считалось что своим появлением богомол предвещает неурожай что его мрачный окрас сулит беду всем животным на кого он бросит взгляд так по сообщению аристарха богомола считали носителем дурного глаза самым своим взором он причиняет беду тем на кого смотрит в испании его называют кабболита дель диабло конек дьявола или просто мюрте смерть богомолы одни из немногих насекомых которые могут совершить полный оборот головы вокруг ее оси именно поэтому они могут без проблем заметить врагов сзади если на богомола нападает противник превосходящий его по размерам то он поднимает вверх и раскрывает нижние крылья которые имеют рисунок в виде большого устрашающего глаза вместе с этим насекомое начинает громко шуршать крыльями и издавать резкие щелкающие звуки пытаясь напугать противника если фокус не удается то богомол или атакует или пытается улететь прочь выпуклые большие фасеточные глаза богомола имеют сложное строение и расположены далеко друг от друга по боковым краям головы кроме них у насекомого есть три простых глазка которые находятся над основанием усиков самцы выбирают для спаривания крупных упитанных самок это снижает риск быть съеденным во время оплодотворения в отличие от самцов которые питаются достаточно мелкими насекомыми самки могут нападать на насекомых такого же а иногда и большего размера чем они сами богомолы относительно молоды с точки зрения эволюционного времени самые ранее скопаемые ментоз датируются от мелового периода между от 146 до 66 миллионами лет в европе северная граница расселения вида проходит по линии 50 параллели северной широты однако сейчас в связи с потеплением смещается на север в 50 процентах случаев они поедают мужских особей после спаривания при этом иногда самка откусывает голову своему кавалеру прямо во время соития что впрочем не мешает ему успешно завершить половой акт такое поведение барышень связано с тем что на ранней стадии развития яиц им необходимо много белка а самец как раз и является самым близким и безотказным его источником богомола откладывают яйца в специальных защитных капсулах отеков они представляют собой сложный белковый материал который позволит потомству насекомого выжить не только в условиях крайне низких температур но и под воздействием ядохимикатов в некоторых культурах мира яйца богомола используются в качестве природных средств для увеличения мужской потенции богомолы могут менять цвет маскируясь под цвет поверхности на которой они находятся в первые дни после линьки делитесь мнением в комментариях подписывайтесь на канал и ставьте лукас верх до новых встреч мои хорошие и и и Продолжение следует...